Уважаемые делегаты, я думаю, мы можем начать работу нашего второго дня Всебелорусского народного собрания. Сегодня очень серьезные, очень важные вопросы для жизни нашего государства. Я предлагаю построить нашу работу следующим образом. По повестке дня, как мы и договаривались, выступит по первому вопросу концепции. Госсекретарь нашего Совета Безопасности Сан-Георгий Швальфович. По второму вопросу военной доктрины выступит министр обороны генерал Хренин. С выступлением к вам обратится также Иван Станиславович Тертель, председатель Комитета Государственной Безопасности. И здесь очень важно, я предлагаю не обсуждать отдельно все эти вопросы. Они схожи. Один развивает другой. Поэтому все, кто записались и хотели выступить, я полагаю, мы заслушаем три выступления. А затем, если у кого-то есть вопросы, зададите. Кто хочет выступить, может использовать свое право. Но в начале я хотел бы вас, как бы не было сложно и трудно, после вчерашнего дня, в связи с моим выступлением, все-таки как-то напрячься и выслушать мое вступление к этим всем трем вопросам. Я полагаю, что было бы неправильным, если бы президент не высказал свое мнение, не предоставил вам полнейшую информацию по рассматриваемым проблемам. Почему? Потому что вся информация серьезного характера стекается к президенту. И, несмотря на то, что наши руководители названных силовых структур обладают серьезной информацией, но это ведомство, которое концентрирует информацию чисто по своим направлениям. В данном случае я попробую концептуально и в целом изложить ту информацию, которую я хотел бы вам предоставить. Она будет короче, нежели вчерашний мой доклад, поэтому потерпите. Вчера мы много и предметно говорили о геополитике, анализировали события, которые подготовили почву для сегодняшней повестки, подвели всех нас к важнейшим стратегическим решениям в сфере национальной безопасности. Сегодня нам предстоит заслушать доклады, как я уже сказал, госсекретаря министра обороны и председателя Комитета государственной безопасности. Прежде чем нам доложат о том, как велась работа над документами, какие принципиально новые положения внесены, я, как и обещал накануне, остановлюсь на военно-политической обстановке в Восточноевропейском регионе. Мы подготовили материалы, которые принято заслушивать и обсуждать исключительно на уровне Совета безопасности, в тишине, на совещаниях у президента, закрытых совещаниях с силовым блоком. Но нам сегодня предстоит рассмотреть и принять документы, определяющие стратегию противодействия рискам и угрозам на ближайшее десятилетие. Поэтому без лишней лирики и эмоций факты на стол. Слушайте, делайте выводы, думайте, принимайте решения. О том, что военно-политическая ситуация в регионе, да и в мире в целом, оценивается политиками и экспертами как кризисная с предпосылками перехода в фазу глобального конфликта, вы не раз слышали. Сегодня поговорим о том, какими силами и средствами нагнетаются угрозы нашей национальной безопасности. Основной реальный риск создает горячая точка в регионе, и, конечно же, Украина. Вашингтон делает все, чтобы втянуть в конфликт нашу страну, запустить механизм тягивания остальных государств, то есть ослабить западные, восточноевропейские регионы. Что касается Украины, вы много об этом знаете, и я обращался к этому вопросу не единственно. Тем не менее, два слова о ситуации на сегодняшний день на самом фронте. Идут тяжелые бои. К сожалению, гибнут люди. И это уже не единицы, десятки и сотни, а тысячи людей. В украинских войсках сложился серьезный дефицит не только боеприпасов, которые много говорили, очень сильно переживали, парились по поводу выделения 60 миллиардов долларов на эту войну. Тогда я вас предупреждал, что деньги дадут, естественно, потому что не дать эти деньги, упустить возможность, опустить нас и Россию вместе взятых и ослабить нас. Поэтому боеприпасы поставят, ракеты и прочее об этом ниже, но не хватает людей. Люди бегут от войны. Это не глупые люди, это наши люди, мудрые, толковые. Выделение Соединенным Штатам Америки 60 миллиардов долларов на войну – это важнейший фактор эскалации конфликта в Украине. И очень опасно, что были выделены ракеты дальнего действия «Атакмус». Удары БПЛА по Российской Федерации, вы знаете, НПЗ, аэродромы, влиятельные люди, которые поставлены, как у бандитов, говорят, на счетчик. Все это планы, которые, и не планы, а действия украинцев, которые свидетельствуют о том, что происходит эскалация войны. В то же время армия Российской Федерации оснащена новым оружием. Резервы имеются в каждой бригаде. В последних переговорах в Кремле, когда мы их вели с Владимиром Ильичем Путиным, он пригласил руководство Генерального штаба и силовых структур. И мы вдвоем просто послушали информацию о том, что происходит на фронте. И меня очень убедила и удивила отчасти информация, которую доложил начальник Генштаба России, о том, что они создали приличные резервы в живой силе и технике. Сегодня на фронте каждая бригада, их немало, российская, имеет резервы как минимум в виде полка. То есть, если стоит на фронте бригада, в тылу у нее развернут полк, вооруженный самым современным оружием. Что касается самого фронта, идут очень серьезные бои, как я сказал. Россия медленно, 500 метров, километр, 2-3, на разных участках, по-разному, но каждый день, каждые сутки продвигается вперед. Вы знаете информацию об освобождении российскими войсками некоторых населенных пунктов. Но это очень медленное продвижение. Образовался, как у нас в народе говорят, некий цукцванг. Не они украинцы, не россияне. Да, движение есть, но не то движение, которое хотелось бы. Патовая ситуация. Что в этой ситуации, как я понимаю и всегда предлагаю, нужно было бы сделать? Самое серьезное, как никогда, за эту войну и удобное, если можно так выразиться, ситуация для мира, для заключения мирного договора. Будучи в Москве, я высказал свою позицию журналистам, когда они у меня спросили, как действовать. Действовать, но для начала прерванных переговоров, всегда их надо начинать с чего-то. Можно было бы начать со стамбульских соглашений, о которых говорит президент Путин часто. Он мне после того, как они в Стамбуле были выработаны, передал их. Я еще раз посмотрел. Это вполне нормальное соглашение. Это не значит, что в результате переговоров будут приняты или положены даже в основу мирного договора эти парафированные сторонами соглашения. Нет. Но с них можно начинать и двигаться вперед. Конечно, это не будет мирный договор. Это не копии этих соглашений. Мирный договор будет другой. Но с этого можно начинать. Об этом же договаривались, долго вырабатывали у нас три раунда в Стамбуле, раунд переговоров, к чему пришли. Я уже говорил вчера, все военные, руководители спецслужб Запада, политики, руководители государств, и уже публично говорят о том, нельзя допустить победы Путина. Ну, если вы на этом настаиваете, что это нельзя, так это момент для переговоров. Как я говорю, сыграйте в ничью. На этом этапе. Не надо выдвигать радикальных решений, как формула Володи Зеленского. Ну, вроде патриотичная и так далее, но она нереальная. Она сегодня нереальная. Россияне сегодня не уйдут ни из Крыма, ни из восточных регионов, как они называют, Новороссии. Они не уйдут. Знаете почему? Поэтому, если выдвигаются неприемлемые до переговоров предложения, это значит, что та страна, которая их выдвигает, не готова идти на переговоры. Я знаю настроение военных украинских. Им уже эта война надоела. Но и они не могут предпринять самостоятельных действий, потому что за президентом Зеленским, который хочет воевать до последнего украинца, стоят целые войска НАТО и весь западноевропейский блок и Соединенные Штаты Америки. Ситуация очень серьезная, но если сейчас, по моему мнению, не пойти на переговоры, Украина с течением времени утратит и свою государственность, и может прекратить свое существование. Поэтому знаю, что вот после этих моих разговоров в Украине поднимется опять шум, меня начнут долбать по всем этим каналам разные блогеры и журналисты, но я уже к этому привык. Я высказываю свою позицию, свою. И если вы с ней согласны, я прошу исходить из этого. В Украине сегодня нужен мир. Свидетельство тому является бегство более-менее здоровых, здравых украинцев из страны, чтобы не попасть на фронт. Мы же хорошо знаем, что их хватают на улицах и частенько даже не обучают, не проводят боевое слаживание на полигонах. Их бросают прямо на фронт. И не во втором эшелоне, а как штурмовиков, а сзади СМЕРШ. Отряды вооруженных людей, украинцев, которые идут следом за этими бедолагами. Как они часто говорят, цитирую, нам выдали билет в одну сторону. Мы же знаем, о чем они говорят на фронте. У нас там серьезная позиция. Никто сегодня не хочет воевать. Поэтому надо идти к миру. Но образ врага в лице Москвы и Минска американцам удалось сформировать. Вашингтон поступательно продавливает агрессивные нарративы в адрес белорусского и российского государств, повышая градус рождебности блока НАТО на нашем направлении. Расширением Североатлантического Союза, принявшего состав Финляндию и Швецию, Вашингтон и Брюссель продолжают формировать вокруг Российской Федерации поиск недружественных государств. На очереди вступление в альянс другие страны Европы. Цель известна. По замыслу на этой линии все должно полыхать. Еще раз прошу Вас обратить внимание на мой тезис, высказанный вчера. У народа всегда вопрос, ну а чего хотят эти западенцы и американцы? Еще раз повторяю, они просто хотят утопить Россию в войне, оторвать ее от наметившегося союза с Китаем. Этого союза нет, но он намечается. Обстоятельства сложились так, что и России, и Китаю надо быть вместе. Американцы это поняли. Им нужно вбить клин. Но это правильно. Как утопить в Украине? Поэтому 60 миллиардов долларов для них это не деньги. Воюйте! Убивайте друг друга! Но я хочу, вчера я не договорил, иметь в виду еще одну вещь. Для американцев Китай и Россия это еще не все противники и враги. Для самой Америки, мы это почувствовали во времена Трампа, очень серьезным соперником является сама Европа. Европейский союз. Особенно с тех пор, когда в альтернативу доллару Европа осмелилась, осмелилась, обнаглела и ввела евро. Это сильная валюта. Поэтому американцам никакие противники и конкуренты не нужны. Поэтому, утопив Россию в войне в Украине, нагрузив Украину, нагрузив Европейский союз этой войной, давайте по 2-3% от ВВП, выкладывайте, производите больше оружия, боеприпасов, посылайте против России на фронт, а то уже и своих людей. Я хочу, чтобы вы понимали, там давно воюют натовские наемники. Месяц тому назад россияне нанесли, просто для информации вам, нанесли серьезнейший удар по позициям боевиков на украинской территории. Погибли десятки поляков. Вы что-нибудь слышали об этом? Поляков, десятки погибли. Ни один, ни два, ни три человека попали под огонь Российской Федерации. Гробы и трупы вывозились в Польшу. Почему правительство Польши не проинформировало польское население? Поэтому американцы хотят убить несколько зайцев сразу, ослабить Россию, перегрузив Европу, ослабить ее в том числе. Ну, а там на Тихом океане, как я говорил, разбираться один на один с Китаем, вовлекая в эту драку прежде всего Индию, ну, Англия там, Австралию, дай Бог, Украину и Южную Корею. Против Китая. А нам надо понимать, что ситуация требует жесточайшего контроля во всех сферах, начиная с информационной и заканчивая военной. Любое неосторожное слово движения может начаться открытое вооруженное противостояние вплоть до применения ядерного оружия. Я и говорю, что вот поставка дальнобойных ракет без условий, раньше они поставляли и публично хотя бы заявляли, что они запретили украинцам наносить удары по территории России, отчасти Беларуси. Сейчас они уже не обуславливают поставки Атамокс и других дальнобойных боеприпасов. И если ситуация сложится угрожающе, прежде всего, чего они хотят для внутренней ситуации в России, Россия применит весь арсенал, которым она обладает. Это будет апокалипсис. Для этого все готово. НАТО, конечно, с подачи штатов настойчиво декларирует необходимость интенсивной милитаризации Европы. И речь не идет о защите, об отражении какой-то агрессии. Чтобы вы понимали, делается акцент на наращивании именно ударно-наступательного потенциала. 18 государств-альянцев, включая Польшу и страны Балтии, в текущем году намерены довести объемы военных осигневаний до уровня повыше 2% от ВВП. Поля руководства Польши предлагает 3. А у некоторых уже более 3% сегодня от ВВП тратится на вооружение. Совокупный объем оборонных расходов стран НАТО в текущем году впервые в истории блока составит около 1 триллиона 200 миллиардов евро. Триллион 200 миллиардов евро. Кроме того, Брюсселем принято решение увеличить численный сил немедленного реагирования до 300 тысяч человек. В настоящее время их 80 тысяч. Преобразовать миссию НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии в военную операцию, а также реорганизовать развернутые в Польше и прибалтийских государствах боевые группы формирования бригадного уровня. Помните, они нас все время упрекали в том, что мы разместили ядерное оружие на территории Беларуси. Значит, мы будем подвергнуты первому удару, если произойдет столкновение. А сами Польша и Прибалтика вообще отдали свои территории для того, чтобы их полностью милитаризировать и создать там опорные пункты для атаки на Востоке. В данном контексте следует отметить начало практической реализации германа-литовского соглашения, предусматривающего усиление немецкого военного присутствия в Литве. В средствах массовой информации уже появились такие данные. 8 апреля в Вильнюс передислотирована оперативная группа вооруженных сил ФРГ. В ее задачи входят изучение местности, размещение контингента, решение вопросов подготовки к формированию штаба бригады, которая планируется завершить к концу года. Рекогностировка, руководство и наполнение. Напомню, на территории Литвы до 1928 года будет развернуто формирование бригадного уровня вооруженных сил Федеративной Республики Германии. Я говорил, немцы так ничего и не поняли введем. А также силы и средства объединенных вооруженных сил НАТО, размещенные в настоящее время на литовской территории, населенный пункт Руклу. В рамках операции объединенных вооруженных сил НАТО усиление, усиленное передовое присутствие. Численность соединения составит около пяти тысяч человек. Повторю, свыше 64 тысяч военных вооруженных сил в США почти белорусская армия. А также более 33 тысяч НАТОвских солдат на постоянной основе дислоцируются в Европе. Что они здесь делают? Какую Америку они защищают здесь? До 20 тысяч из них сосредоточены в Польше, близко к нашим границам. И в странах Балтии данные группировки войск оснащены современными ударными вооружениями и способны наносить высокоточные удары по объектам на территории Беларуси и западных регионов. Сейчас ведется отработка соответствующих задач. Задействуются самолеты стратегической бомбардировочной авиации ВВСШ, которые на регулярной основе осуществляют полеты в европейском континентальном районе. Например, в Испании дислоцируются четыре американских стратегических бомбардировщика Б1Б с отработкой приема бомбометания ядерных зарядов в том числе на территории нашей страны. Тренируются применять ядерное оружие. Это ответ тем, которые воют за границей у нас особенно беглое, критикуя нас за то, что мы разместили здесь свое ядерное оружие. Вот они тренируются. Более того, Вашингтон активизировал при том существенное мероприятие по проверке готовности к применению компонентов ядерной триады Соединенных Штатов. Размещен на территории государств-членов НАТО тактическое ядерное оружие, о котором говорил вчера, модернизируется ускоренными темпами. На авиабазах Европы размещено более двухсот боеприпасов ракеты и бомбы. На авиабазе Клейнеброгель Бельгия двадцать боеприпасов, Бюхель двадцать, Авиана Италия шестьдесят, Геди Италия тридцать, Инжерлик Турция пятьдесят, Волгер, Нидерланды двадцать единиц. Мы их посчитали до единиц. В прошлом году авиационно-ядерная бомба, содержащиеся на авиабазе Волгер в Нидерландах, заменены на современнейшие боеприпасы, более мощные. Сейчас в планах осуществить модернизацию тактического ядерного оружия и в других странах. В перспективе не исключено размещение тактических ядерных боеприпасов на британской территории. Во второй половине года Белый дом планирует перебросить на передовую авиабазу Ляйкин Хит в Великобритании многоцелевые истребители Ф-35 способные нести тактическое ядерное оружие. Но если не хотят эскалации и против применения ядерного оружия. Зачем это все делается? Теперь пару слов о том, как Вашингтон продолжает наращивать ударно-наступательные возможности США в Европе. В декабре прошлого года на польской территории введены в эксплуатацию базы противоракетной обороны США. Возможность применять размещенные на ней крылатые ракеты «Тамахок», способные поражать цели на всю глубину территории Беларуси и европейской части до Урала Российской Федерации расцениваем уже как реальную угрозу нам. Коли это реальная угроза, нужно противостоять. Мы фиксируем факты непрерывного введения воздушной и космической разведки на восточном направлении со стороны западных государств. Задействован практически весь имеющийся арсенал стран НАТО от самолетов стратегической разведывательной авиации до беспилотных летательных аппаратов, а также соответствующие возможности стран-партнеров. Вы должны знать, что с прошлого года в разы увеличилась интенсивность разведывательной авиации объединенных вооруженных сил НАТО. В среднем это 40-50 самолетов вылетов в неделю. Мы их фиксируем в реальном режиме. С 2019 года для радиолокационного контроля воздушного пространства Беларуси и западных областей Российской Федерации привлекаются самолеты военно-воздушных сил Австралии. Им то, что здесь надо. Все это происходит на фоне высокой военной активности. Из года в год увеличивается количество мероприятий оперативной боевой подготовки на территории Польши и Прибалтийских государств. При этом в большинстве указанных учений также принимают участие воинские формирования вооруженных сил Штатов и других западных стран. Проводимая в европейском регионе в данный момент серия учений объединенных вооруженных сил НАТО и вооруженных сил США Защитник 2024 стала беспрецедентной по своему географическому размаху и количеству привлекаемых сил и средств. Около 90 тысяч человек и до 15 тысяч единиц техники, около 300 самолетов и более 70 кораблей в основном на Балтике. Цели мероприятия и характер отрабатываемых задачи, которые запланированы до конца мая, свидетельствуют о том, что Запад рассматривает наш регион в качестве потенциального театра военных действий. Противник определен Россия и Беларусь. Мы видим, как по ту сторону нашей западной границы ударными темпами совершенствуются аэродромы, военно-морские базы, полигоны, создаются передовые базы для заблаговременного размещения и хранения техники, вооружения и материальных средств. Мы это фиксируем не только благодаря космической разведке, но и на Земле. К настоящему времени на территории Польши и стран Балтии завершена модернизация пяти аэродромов, двух военно-морских баз, а также шести крупнейших полигонов. В Польше введен в эксплуатацию комплекс тылового и технического обеспечения, то есть созданы условия для оснащения вооружением и материальными средствами бронетанковой и боевой бригадной группы сухопутных войск США. Это населенный пункт подвиз, который обеспечивает хранение почти трех тысяч единиц боевой техники. Что касается боевых подразделений вооруженных сил Польши на границе с Белоруссией, о которых я говорил вчера, под предлогом усиления охраны военные решают разведывательные диверсионные задачи. Ну и Польша намерена создать самые мощные сухопутные войска в Европе. Разумеется, с помощью военно-технической поддержки Соединенных Штатов. Варшава поступательно наращивает численность вооруженных сил. К 35-му году планируется увеличить их до 300 тысяч человек. В настоящее время у них чуть больше 190. Тоже не могу удержаться от комментариев. В этой бедной Польше и так уже некому работать. Проблем выше крыши гражданских. О каких сражениях грезит? Кто их будет обеспечивать? Ведь для войны нужна мощная экономика. Они сидят на дотациях Евросоюза и помощи Соединенных Штатов Америки. И зачем им это нужно вообще? В который раз предупреждал и говорил, что мы не собираемся с ними воевать. Из территории Беларуси они не должны ожидать никаких активных, агрессивных действий против польского государства и народа. Нам это не надо. В структуре сухопутных войск формируется армейский корпус, оперативная готовность которого будет достигнута уже к сентябрю этого года. Для невоенных людей поясню, что значит оперативная готовность. Это значит сформированный корпус хоть завтра в бой, как на фронте. Полная боевая готовность полностью развернута. Ну примерно как мы с Витебска перебросили пару батальонов и стоим сейчас лоб лоб с НАТО. Это батальоны полной оперативной готовности. С готовностью выхода из мест дислокации в течение трех часов. Три часа. И мы там. Далее. На вооружение новых механизированных соединений не буду их перечислять. В СМИ мы вас проинформируем. Поступают современные образцы военной техники. Польша завершает процесс формирования войск территориальной обороны. Командование данного вида вооруженных сил рапортует о достижении полной оперативной готовности. К настоящему времени созданы 15 из 18 бригад и учебный центр войск территориальной обороны. Мероприятие по формированию остальных трех соединений планируется завершить уже в текущем году. Переоснащая вооруженные силы, Польша делает акцент на закупке современных боевых самолетов по всему миру, самых передовых, в основном в США и Корее. тоже слышали. Беспилотных летательных аппаратов, бронетехники, реактивных систем залпового огня и зенитных ракетных комплексов, как иностранного, так и национального производства. Кроме того, польское руководство намерено заключить контракты на поставку американских ударных вертолетов Ан-64, так называемый Апач, аж 96 единиц. Я не буду перечислять численность вооружений Польши до единого, до каждую единицу мы знаем. Завтра в средствах массовой информации в Советской Беларуси, крайней мере, мы опубликуем это. Общий объем финансирования программ технической модернизации польской армии до 1935 года предусмотрен в размере 133 миллиардов долларов. Знают ли поляки, что с каждого члена семьи, включая младенцев, вычтут до четырех тысяч долларов? Страны Балтии для укрепления военного потенциала основные усилия направляют на совершенствование военной инфраструктуры, увеличение военных расходов, наращивание боевого и численного состава национальных вооруженных сил. Отдельного внимания заслуживает решение литовского руководства создать структуры вооруженных сил формирования дивизионного уровня. Его основу составят все сухопутные бригады, а также будут включены танковые с поставкой на вооружение немецких танков «Леопард», артиллерийские на вооружении будут состоять закупаемые в США РСЗО «Хаймерс» и подразделения обеспечения. Данное мероприятие предполагается завершить к 30-му году. Очевидно, что территория Польши и стран Балтии целенаправленно превращается в военный плацдарм для его возможного задействования блоком НАТО. То есть сделано практически все, чтобы подготовить руководство Альянса к решению применить военную силу, в том числе крайнюю военную силу. Исходя из уровня военной опасности в регионе, особого внимания заслуживает вооруженный конфликт на территории Украины, о чем я только что сказал. Коалиция западных государств целенаправленно его затягивает. Почему я вам тоже высказал свою точку зрения. Превратили и саму Украину в наркомана, которого держат на коротком поводке обещания и новые дозы дополнительно вооружений, в том числе дальнобойных средств, поражения и финансовых вливаний. В начале апреля в ходе бруссельской встречи министров иностранных дел стран НАТО было предложено создать так называемую миссию для Украины с отдельным бюджетом около 100 миллиардов долларов на 5 лет. Чувствуете, как американцы перекладывают финансовое бремя на Европу. Взносы на данные нужды предусматривается разделить пропорционально валму внутреннему продукту стран блока НАТО. Это и есть сделка, о которой вчера говорил другими словами. Это плата за способность продолжать противостояние с Российской Федерацией, за активную диверсионно-террористическую деятельность, как в граничащих с Украиной, регионах России, так и в глубине российской территории. Понятно, что формируется напряженнейшая ситуация на наших южных рубежах. В непосредственной близости от белорусской границы сосредоточена значительная группировка украинской армии, около 120 тысяч человек, территориалы и военные. В програничных областях выполнен комплекс мероприятий по формированию системы оборонительных рубежей, районов и позиций, которые постоянно совершенствуются. Наша граница с братской Украиной полностью заминирована с их стороны. Мы наблюдаем круглосуточную разведку всех видов, направленную против нашей страны. Фиксируем систематически провокационные и демонстративные действия военнослужащих Киева в отношении находящихся в приграничье сотрудников белорусских силовых ведомств, в том числе с нарушением государственной границы Беларуси. Вероятность возникновения страны украинских подразделений вооруженных провокаций, способных перерасти в приграничные инциденты достаточно велика. И это очень ждут наши шататели режима. Тихушки и лохушки на фоне разговоров о возможном снятии запрета на применение смертной казни в России, помните, после последнего теракта в России, заговорили о введении смертной казни в России, об отмене Ельцинского указа. Так наши тихушки и лохушки призвали уничтожить Беларусь немало не много. Цитата. Беларусь остается последней страной Европы, где применяется смертная казнь. Ее необходимо уничтожить. Ради смены власти в Беларуси они действительно готовы на все. Сейчас корректируют основные направления силового сценария соответствующих действий. Совершенствуют так называемый план Перамога 2.0. Акцент в нем делается на организации национально освободительного движения на территории Беларуси. Иван Станиславович подробнее об этом скажет. Мы этих подпольщиков так называемых выявляем и на территории Беларуси они еще попратовавшись как я говорил под плинтус и метлу сидят. Показываем иногда вам чтобы не перенапрыгать. Отслеживаем как по ту сторону границы американцы готовят белорусскую освободительную армию основу которой должны составить так называемый полк Калиновского и другие добровольческие формирования. Русский добровольческий корпус и белорусский добровольческий корпус ненавидят Россию враги москали и так далее а корпуса сформировали и сильно взаимодействуют к примеру атака на Белгород недавняя атака помните в основе был российский добровольческий корпус и белорусский добровольческий корпус после нанесения артиллерийского и ракетного удара по этим силам а их по отдельным данным было более трех тысяч отряд и нашим досталось и российскому добровольческому этому корпусу погибло немало людей мы точно знаем все наши так называемые граждане добровольцы похоронены в Украине продолжается вербовка радикально настроенных белорусских граждан соответствующие подразделения а также их обучение в Польше странах Балтии других европейских государствах точки дислокацию знаем до миллиметра и количество полученные навыки они отрабатывают в том числе путем участия в боевых действиях на территории Украины они не хотели бы конечно воевать хотели бы учиться в лагерах но украинцы тоже не дураки хотите опыт получить на фронт не пойдете на фронт кормить не будем вот и воюют сейчас они последним утром получил информацию заняты чем вы бы думали выборами в координационный совет и даже парламент типа парламент там беглый в изгнании надо же что-то делать и даже дошли до этих калиновцев там уже вообще произошел излом они уже там сойтись не могут особенно в вопросах политики не знают кого выдвигать одного выдвигают сегодня вечером завтра утром снимают с должности выдворяют так называемого полка выбирают нового ну понятно вы их очень многие всех всех практически знаете грязня и драка и они нам хотят организовать здесь национально-освободительное движение от кого так вот эти вот тренирующиеся в Украине конечно не идейные борцы наемники и предатели бандиты разговор с ними не будет длинный но я о другом хочу сказать вам мы все в первую очередь родители на чьих детей западные спецслужбы сегодня смотрят как на вербовышный материал должны быть внимательнее к нашей молодежи и не только родители учитывая нынешние реалии надо понимать что система обеспечения национальной безопасности Беларусь объективно не может оставаться неизменной в ней появится новая тема ядерное сдерживание те кто подтолкнул нас к ней должны об этом знать и трезво смотреть на однозначные последствия своих но мягко скажем неосторожных решений мы выучили уроки не только Украины рядом мы хорошо выучили и освоили уроки Великой Отечественной войны особенно начального этапа когда мы умиротворали тех кто на нас напал мы боялись слова сказать чтобы их не активизировать на границе на границе и что получили под Москвой были меньше чем за полгода это для нас урок поэтому на утверждение Всебелорусского народного собрания мы выносим концепцию национальной безопасности и военную доктрину Беларуси у них отражены ключевые изменения глобальной военно-политической обстановки национальные взгляды на поддержание международного мира и стабильности обеспечение военной безопасности нашей страны и ее вооруженную защиту закреплены положения об общественном согласии незыблемости устоев народовластия и правового государства как мне докладывают над концепцией национальной безопасности работали не только ведущие эксперты и профессионалы в сфере безопасности но и представители гражданского общества неравнодушные граждане мы вынесли эти документы на обсуждение белорусского народа все кому небезразлично будущее страны могли ознакомиться с текстом документа и поучаствовать в дискуссиях внести конкретное предложение по его дополнению разумеется не все механизмы защиты национальных интересов национальной безопасности были вынесены на обсуждение чтобы осознавать серьезность и важность концепции концепция наиболее общее положение вы должны знать в развитии этого документа принимается правовой акт закрытого характера который устанавливает систему индикаторов для всех сфер жизнедеятельности политическая экономическая военная и другие на основе этих показателей с различной периодичностью проводится оценка состояния национальной безопасности мы изучаем как обстоят дела в той или иной сфере делаем соответствующие выводы и доводим до белорусского народа вы же понимаете просто закрепить концепции отдельное положение общего характера как я сказал недостаточно нужно проследить как меняется обстановка как выполняются обозначенные нами приоритеты и какие необходимо принимать меры реагирования в результате получается комплексный срез развития государства на определенном этапе по сути эти два документа как концепция и ее непубличная часть составляющая одно и целое уважаемые делегаты и концепция национальной безопасности и военная доктрина Беларуси повторю важнейшие документы стратегического планирования а стратегические вопросы сегодня в компетенции не только президента но и важнейшее Всебелорусского народного собрания поэтому я вас очень прошу внимательно отнестись с той информацией которую я вам представил и более конкретную которую представят здесь руководители трех силовых ведомств решать сложные задачи изложенные в концепции и доктрине нам потому что как мы говорили время выбрало нас благодарю спасибо спасибо